Сегодня написала сестра нам и сказала о том, что вот ребенок в подростковом возрасте и встретилась с тем, что не хочет просто дальше учить даже Кур'ан, заходить просто элементарно и сдавать какой-то Кур'ан. Он говорит, что ребенок говорит, что у меня нет какой-то неправильный, просто каждый четверг я захожу и сдаю учителю, как будто я только ради учителя учусь, как будто у меня сердце говорит, захожу только ради учителя, лишь сдать и все. Я говорю, лучше больше не буду заходить, больше не буду заходить мне эти уроки и оставлю. И ребенок говорит, оставил и все. Мама даже при слезах уже все, она не знает, что делать. Потому что и папа не помогает, и ребенок. Вот таким вот образом. Очень часто бывает так, что женщина отчаиваться начинает. Вот как раз мы встречаемся вот с такими тяжестями, что нам делать? Вот сопротивление обязательно же будет, потому что не без испытаний. Сопротивление, они обязательно бывают. И самое большое сопротивление на пути знаний, это Рафик Касюль, так скажем, именно друзья, окружение, которые, может быть, лентяи, которые не хотят, или плохое, не дай Аллаху, правда, окружение. Поэтому родители должны смотреть окружение, с кем он общается. Если, например, скажем, ты идешь своим, вот даже просто приведу пример. Вчера мы с одним братом ходили на тренировку. И когда мы общались, говорили, когда мы вместе идем тренироваться, бегаем и так далее, то как-то легче и быстрее проходит. И, аль-хамдуллях, нежели ты один. Ты один, может, тебе как-то лень, может быть, тебе неохота и так далее. Или, например, если ты хочешь пойти, а твой друг говорит, давай сегодня не пойдем, ну давай пойдем, чай попьем, кофе попьем лучше. Именно должно быть такое окружение у тебя, такой Рафик, такой у тебя друг, который бороться и будет подбодрять. И они будут в этом соревноваться. Ибн Аббас, рода Аллаху Альху, когда умер пророк Мухаммад, ему было 14 лет. И когда умер посланник Аллаху, он брал знания от пророка Мухаммада, когда умер посланник Аллаху, Аббаз сказал своему другу ансари, пойдем брать знания от Сахару в посланник Аллаху, и тогда ему друг что сказал, Рафиq Касюль, что он сказал? Зачем тебе брать знания, ты что думаешь, что потом от тебя будут брать знания в тот момент, когда среди них Абубакр, Умар, Али, Усман, и он его оставил, в этот момент оставил такого друга, который Касюль, который Каслян, который не хочет брать знания, который ленится, я оставил его. Сделал правильный выбор. Сделал правильный выбор, и потом, Субханал, достиг такого, что все сахары приходили, приходили брать знания от имени Абдаса, и когда вот этот, когда уже к нему приходили брать знания, когда они выросли, его этот друг сказал, Кана хада щадб афтахминны, говорит, Субханал, вспомнил те времена детства, говорит, этот молодой мальчик был более понимаем, у него понимание в этом вопросе больше, чем у меня было, то есть он более умнее, чем я, более проницательный был в этом вопросе. Поэтому, Субханал, самое большое, так скажем, препятствие на пути знаний, это плохое окружение друзей, лентяи какие-то и так далее. Поэтому мы, Аль-Хамду, должны, чтобы с нашими детьми были те, которые тоже бы хотели изучать в Куране, которые тоже бы хотели изучать сунну, посланник Аллаху, Очень также, обращаясь к себе и ко всем отцам, очень большое препятствие, это когда, прошу Аллаха, чтобы сделал нас из честных праведных людей, большое препятствие, когда инхарафы, когда отцы, они сами не идут по этому пути. Когда отцы, например, хотят, чтобы их дети были Куран-хафизами, сами Куран не читают. Когда отцы хотят, чтобы их дети, сыновья были учеными, но сами знания не требуют. Вот это самое, если посмотреть, ваше шейх Абдуллах, твою историю, в Куране, если мы посмотрим, инхараф умамы сабика калеби фасаде адаих. Если посмотреть, все общины, которые были еще до общины, пророку Мухаммаду, почему они сошли с прямого пути? Потому что их отцы сошли с прямого пути. Если посмотреть, в Куране, что Аллах говорит про это, когда обратился народ, что Аллах, алей-салям, мы с тобой что-то не слышим от наших предков, от наших обзоров. Если посмотреть на каком Ибрахима, народ Ибрахима, когда Ибрахима призывал к Таухиду, к Едину Божию, его народ говорили, что это за идолы, которым вы проклоняетесь? Народ отвечал Тем самым мы видели Как наши отцы поклонялись этим идолам И мы также им поклоняемся То есть как губка впитывает от своего отца Мусс, алейхиссалям Когда Мусс, алейхиссалям, пришел Также с Единобожием, с Ресалем, с посланием Его народ сказал Мусс, алейхиссалям, ты пришел всем Чтобы отдалить нас, отвернуть от того На чем мы застали наших отцов Они поклонялись идолам Его народ сказал Ты нам запрещаешь поклоняться тому Или тем идолам, которым поклонялись Наши отцы И также Курайш Сказали пророку Мухаммаду, саллаху алейхиссалям Мы почему поклоняемся идолам? Потому что таким образом Мы застали своих отцов, поклоняющих им И мы идем по их пути Поэтому если Когда человек, когда отец Случает грехи, когда он отступает Не берет знания Когда он не является примером Это очень большой след оставляет Для детей Поэтому, субханаллах Также в мукуабель, наоборот Если ребенок видит, что его отец Он богобоязнный, он в религии Он изучает Куран То он также, глядя на своего отца Будет это делать Поистине отец Это Великий большой авторитет для ребенка Для сына Вы себя возьмите Я себя, например, возьму Для меня Всегда это было Для меня кто авторитет? Это был отец То есть, когда он В пятилетнем возрасте Брал за руку Приводил в мечеть В этой атмосфере мечети Когда я вырос вместе с дедушками Которые намаз читали То есть, я хотел бы Похожим быть всегда На своего отца Как бы мой отец сделал Как бы это То есть, такое вот Именно Мы должны быть Также авторитетом Для своих детей Как именно Примерами В этих вопросах Именно такое должно быть Отношение Чеха Абдулла Если посмотреть Сияк-Куран Нет Вы не найдете Ни одного диалога Между мамой И ребенком И сыном Но вы найдете Диалоги между Отцом и сыном Если взять Ибрагима Ибрагима Своим сыном Лукнан То есть, и везде Диалог Если мы встретим Он какого Дружеского характера То есть, бывает Иногда В некоторых народах И так далее Некая такая Гординация Между отцом и сыном То есть, ты не имеешь Права мне задать вопросы И ты не имеешь То есть, он боится Задать вопрос Боится пообщаться С отцом Нет Не должно быть Это субординация Должны быть Дружеские отношения Даже когда Как когда он Скажет Я обуняй О, сыночек Как ты назвал Я оба О, папочка Делай то, что ты Тебя, Аллах Приказал То есть Именно такого Дружеского характера Был вот этот диалог И он сохранен На сегодняшний день В Коране И это Для чего Аллах сохраняет Такие диалоги Для чего Аллах сохраняет Такие истории Для того, чтобы Мы взяли из этой Ибра Чтобы мы взяли Из этого Для себя И также взять Также наши мамы Как отцы Также имамы Должны быть Аллах Мама Это Субхан Мадраса Мама Это целая школа Воспитания Потому что Часто бывает Отец на работе Часто бывает В сапере Он добытчик И так далее Но больше всего С детьми Проводит время Эта мама Поэтому Если посмотреть Например Историю Умму Рабиа Его отец Рабиа Абдурахман Жили в Медине И когда Забеременела Его супруга Он ее оставил И ушел И оставил ей 30 тысяч дирхамов 30 тысяч дирхамов Это золотые дирхамы Большая сумма Если посмотреть В тот момент Барашка Стоила один дирхам А он ей 30 тысяч дирхамов Оставил И ушел Потом вернулся Обратно Через 27 лет Представляешь Шейх Абдурахм Через 27 лет Он был Через 27 лет Вернулся Зашел в мечеть Пророка Мухаммада Увидел там В мечети Сидит шейх И вокруг него Люди задают ему Вопросы Спрашивают Фетва Когда спросил Кто это такой И ему сказали Это Рабиат Ра Его было Ла Машаллах Твой сын Потом он возвращается К своей супруге И говорит То что ты сегодня видел Очень сильно меня счастливил Как ты смогла воспитать Так моего сына А что было бы Для тебя приятнее Если бы Вот эти 30 тысяч Дирхамов Аллах Для тебя Преувеличил бы Их Или увидеть Твоего сына Как ты его увидел Сегодня в мечети Пророка Мухаммада Саллах Алейсалям Для меня Более приятнее Видеть Мого сына Шейхом В мечети Пророка Мухаммада Саллах Алейсалям Она сказала Все 30 тысяч Дирхамов Которые ты мне оставил Я полностью потратил На обучение Нашего с тобой сына Как же Смотреть Имам Бухари Имам Бухари Его мама воспитывала Сделала из него Такого великого ученого Ей тоже Цауап Она Когда Шейх Абдулла Начинала его воспитывать В этом На пути этого Она еще не знала Может быть В тот момент И не осознавала То что Сахих Сборник Сахих Который Имам Бухари Собрал Хадиси Будет второй книг После Курана Она это не думала И сейчас Она лежит в могиле И все труды Которые Мы читаем И берем Вся ум Награда идет Ее маме В могиле Имам Шафи Когда его отец Умер Когда ему было Два годика Она его обучала Субханалла Она как могла Его обучала Даже когда Имам Шафи Рахмалла Ходил на уроки Начинал Харам И тогда нужно было Оплачивать Уроки Она подошла К Шейху И сказала Если сможешь Обучай его Бесплатно Тогда Увидишь Что он Будет великим ученым Еще тебе поможет Что он сказал Хорошо Но тогда Пускай не перебивает Где сидят богатые Те кто мог платить И у них Не было денег Субханалла Чтобы купить Уже Все тетрадки Как были у богатых детей На что она Что делала И у его мамы Ходила На те места Где правитель Какие-то хипабы Какие-то ему Письма писали И где-то Оставалась Там сбоку Или где-то внизу Там Не за полместа Все это собирала И вот эти вот Приносила Чтобы он туда записывал И это было Недостаточно Тогда что он Она пошла На 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 То есть На то место Где Бойню Где приносят Жертву верблюдов И взяла Ребра Верблюдов Выпустили И дала Имаму Шафию Рахмалла Сказала Будешь на этом писать И на что Имам Шафию Рахмалла Сказал Я ходил на уроке Потом когда вспоминал Свою маму Я ходил на уроке Нажид Аль-Харам Видел Как дети богатых Идут с тетрадками В руках А я тащу На своих плечах Кости от верблюдов И дети богатых Смеялись надо мной Но еще не знали Что выйдет из этого Такой великий ученый Какая великая мама А она что Подбодряла его Держала его То есть Это какая Мама У Суфьяны Саури То есть Когда Он без отца Тоже воспитывался Суфьяны Саури Великий ученый Можно сказать Король Амир Му'менин Суфьяны Саури Суфьяны Саури Суфьяны Саури То есть Его мама Полностью Обеспечена И вот тем Что Что-то из суфа Из шерсти И тогда Она что сказала Мой ребенок Ты только требуй знаний Учись Ни о чем не думай А я сама Буду закрывать Твои расходы По обучению По твоему обучению Вот такие великие Женщины Такие великие Мамы Поэтому Также Нашим сестрам Нашим мамам Великая награда Будет даже Мы хотим Чтобы наши дети Были ученые Чтобы они были Великие Менахалу Джессам Кур'ан Менахалу Менахалу